Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Серые будни рецидивистов за колючей проволокой самарские женщины раскрасят в яркие краски. Осужденным 10-й колонии строгого режима руководство предложило заняться новым хобби, и заключенные теперь выращивают тюльпаны. Первый урожай как раз собрали к 8 марта. Получилось ли перевоплотиться из осужденных садовников, и что еще планируют выращивать в местах не столь отдаленных? История из-за колючей проволоки. Пасторальные зарисовки сельской жизни с улицы Садовой, и все бы ничего, только за этими гусями и козлами особый контроль со смотровой вышки. Они по полной попали для начала за колючую проволоку, а потом на стол к осужденным. Но эти ходячие ужины и обеды надо заработать. Так бы господа заключенные сидели, скучали и считали дни до окончания срока. Члены общественного совета при Гувсине придумали развлечение. Работенку, которая будет приятно пахнуть, не только деньгами. Так 10-я колония строгого режима стала первой в России, где начали выращивать тюльпаны. Они нашли друг друга садоводы, заключенные решили осваивать забытую всеми теплицу, обновили каркасы, затянули пленкой, привели в порядок. На территории высадили 25 тысяч тюльпанов. Элитные сорта из Голландии дали корни на самарской земле. Строгого режима на вакантную должность садовода объявили конкурс. Количество лет, проведенных здесь, и тяжесть статьи значения не имеет. Главное – хотеть не спать и день, и ночь. Осваивать технологии выращивания осужденным пришлось в кратчайшие сроки. То есть нам вот Иван Степанович, начальник, конечно, распечатал технологию процесса самого, то есть он интернет распечатал там, и все, вот мы по этим бумагам читали, посмотрели там, ну и тут подсказали на взрослые женщины, которые уже сажать не первый год. Кроме Ивана Степановича с его интернетом осужденным помогали так называемые взрослые женщины. Опытные садоводы следили за процессом. Эксперимент превзошел все ожидания, заботливые заключенные всю душу в процесс вложили. 15 тысяч тюльпанов отсюда поступят в магазины, а у начинающих цветоводов в мрачной форме зарплата за ароматный труд. Покупаюсь, тебе сам меня первое необходимое. Виталий Крикунов уже в третий раз попадает за колючую проволоку, и каждый раз на одни и те же грабли за кражу. С этой работы он пока не планирует ничего уносить, к цветам равнодушен. Да и в ближайшее время денег должно прибавиться. В конце марта месяца соседнюю теплицу мы натягиваем пленкой, закрываем, утепляем и запускаем выращивание ягод. Это будет у нас клубника. Клубникой наесться осужденные не успеют. Ее будут выращивать только насаженцы. А опыт с несъедобными цветами будут развивать. С тюльпаны, выращенные заботами и трудами осужденных, подарят сотрудницам колонии к Международному женскому дню. Цветы с оригинальным местом рождения будут продавать в самарских магазинах. Это все на сегодня. Увидимся. Всего доброго. Пока.